Охота Смиренная охота, как назвал ее Сергей Тимофеевич Аксаков. Я в лес вхожу, как в заповедный храм. Брожу меж сосен с тихим удивлением, Ищу в траве последний гриб осенний, Прислушиваюсь к собственным шагам. И слушаю, как славка свищет, Как зяблик ссорится с женой, И вижу гриб у корневища Сквозь папоротник кружевной. Пожалуй, нигде, как на Руси, не популярно так Самое доступное из охот Ходить по грибы. Весною раннюю с первыми подснежниками Вылезают на проталины и первые грибы подснежники. Сморчки, строчки и сморчковые шапочки. Русские кладут сморчки в пироги и похлебки. Сморчки украшают столы вельмож и ценятся дорого. Так свидетельствовал врач царя Алексея Михайловича Самуил Коллинз. Увы, не каждое лето грибное да урожайное. Если дождички часты, да солнце неизменно мягкое, Готовь, лукошка. С дождичком и гриб дождевик. Зовут его еще головач. Заядлый грибник его не привечает, а напрасно. В Италии, например, молодой дождевик Почитается лучшим лакомством. Созреет, пышкнет под ногой, Выпустит тучку пыли, не пыль, А споры, семена, счет которым на триллионы. Потому-то плодовитый дождевик встречается почти повсеместно С мая по ноябрь. Двойник дождевика, ложно дождевик обыкновенный, несъедобный. Его легко отличить по этой, похожей на орехи, начинке. В северных лесах встречается только один вид подземных грибов, так называемый оленей трюфель. Свою жизненную пользу грибы извлекают из сожительства с более сильными, с деревьями. Чаще польза обоюдная, но иногда грибы паразитируют и, увы, убивают кормильца. Сколько причудливых форм встречается в малоизвестном нам мире несъедобных грибов. По науке грибы родственники лишайников и мхов. У них нет ни корней, ни стеблей, ни листьев и цветов нет. Реликты, столь же древние, как жизнь на земле. Самый уважаемый у нас гриб белый. Только обрадуешься желанному трофею, а это ложный белый. Или желчный гриб. Вот еще один. Федот, да не тот. Вылитый белый, но на срезе мгновенно синеет, за что и заклемен, как синяк. Хотя съедобный. О, наконец-то! Самая большая награда следопыту-грибнику настоящий белый царь грибов. Редко бобылем, обычно с целым царским семейством. Белый любит светлый сосновый бор. Впрочем, была бы погода, а вырастает он и в ельнике, и в березнике, только разной по окраске, но никогда в осеннике. А вот швейцарцы, прямо смешно, встречу с белым за счастье не считают. Особым королевским указом был он запрещен к употреблению. Вот смотрите, какие чудаки. Подосиновик или красноголовик в визитной карточке не нуждается. Кто поверит названию, просчитается. Подосиновики можно собирать не только в осеннике. У красноголовика голова не всегда бывает красной. КОНЕЦ КОНЕЦ Этот блондин тоже из семейства красноголовиков. КОНЕЦ Среди разнообразных охот человеческих имеет место и смиренная охота ходить по грибам. Я даже готов отдать преимущество грибам. Их надобно отыскивать, следовательно, можно и не находить. Тут неизвестность, нечаянность, есть удача и неудача, и все это вместе подстрекает охоту в человеке и составляет особый интерес. Аксаков. Но вот лучше и не скажешь. Зовут грибной охот еще тихой или охотой с поклоном. Надо ли говорить, что есть в ней глубоко нравственное начало? И как разумно, когда азарт ребятишек направляется в это русло. КОНЕЦ 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 Если другие грибы надо искать, сыроежки всех цветов радуги пестрят на виду, словно сигнальные флажки. Да не всякую сыроежку можно пробовать. С оттенком красного сыроежки прозваны жгуче-едкими или остро-едкими. Но не бойтесь, собирайте. Старинное русское хлебосойство знаменито соленым рыжиком не меньше, чем черной или красной икрой. Собирать рыжики одно удовольствие. Растут они дружно в еловых или боровых лесах. Подберезовик. Второй любимец после белого. Он так широко известен, что может похвастать десяткам названий. А бабок, а совик, колосовик, черный гриб. И все это одно и то же. Собирать грибы это только половина удовольствия. А чтоб было полное, надо бы поговорить о них. А если еще и сообща отведать? Гриб заготовляет на зиму не только человек, но и запасливая белка. А среди лосей встречаются настоящие гурманы. Тоже понимают толк. и подсоединяю. А-а-а! Есть в грибном царстве загадочное явление – замкнутый круг из грибов одного вида. В Тироле считает, что это змей Альбер крутанул хвостом. В Швеции видит в том проделке эльфов. В России – шабаш-ведьм. И зовут ведьминным кругом, внутри которого заколдованный клад. Вот ведь как в народе-то говорят. Мухомор – гриб красивый, да слава за ним злая. Поганка – отрава. Меж тем лось им лечится и знахари пользуют. А опытный грибник примету читает – пошли мухоморы, пора и белому. Безусловно, и давит коричнево-коробчатый пантерный мухомор. Вот все его эпостаси. При нынешней-то армии охотников до грибов в корзину пошли все родственники мухоморов. Гриб-зонтик, навозник, чешуйчатка, поплавки. Навозник или чернильный гриб, обычно безвредный, вызывает неприятную реакцию у людей, которые изрядно выпили. Шампиньонный соус когда-то так полюбился гурманам, что гриб этот стали выращивать круглый год в теплицах. А родом он все-таки из леса. Фаворитами грибной охоты считаются и опята. Но остерегайтесь подмены. Ядовитый ложный опенок ярко-желтого цвета и без пленочного кольца на ножке. А если захотите последовать нашему примеру и отведать грибного шашлыка до с лесного костра, то прихватите с собой луку, растительного масла, соли и сало шпик. Боже, как это вкусно! Осенние плантации обильны своими грибными дарами. Один гриб даже пословицы удостоился. Назвался груздем, полезай в кузов. Невозможно представить традиционную русскую трапезу без соленого груздя, соперника рыжика. У каждого народа и даже у каждого человека определилось своё отношение к этому бесценному дару природы. Но всё же заглядывать время от времени в справочник определитель грибов не помешает. Только знатоку грибных повадок и нравов охота выпадет неизменно удачная на радость себе, домочадцам и гостям.